Привет, друзья! В предыдущей серии мы разобрали принцип работы ракетных двигателей и провели несколько интересных экспериментов с огнетушителями. После чего мне в голову пришла интересная идея сделать небольшой космический маневровый двигатель, поставить его на свой велосипед и попробовать прокатиться на этой реактивной тяге. Ну что ж, друзья, пришло время заняться делом. Что вообще нужно для того, чтобы сделать реактивный велосипед? Ну, для начала, конечно, одного огнетушителя будет маловато. У меня нашлось четыре трехлитровых огнетушителя, что в общей массе создаст 12 литров запаса жидкого углекислого газа. И ориентировочная тяга должна получиться в районе 30-32 килограмм, что для велосипеда, я думаю, уже вполне достаточно. Есть еще один интересный момент. Четыре отдельных сопла будут работать несколько хуже, чем одно большое сопло, потому что итоговая скорость потока там будет выше. А значит, жидкий углекислый газ надо из всех четырех огнетушителей объединить в одну целую магистраль и направить в одно сопло. Я покопался в своем метлоломе и сделал вот такую вот объединяющую магистраль. По шлангам высокого давления углекислый газ будет в ней объединяться в один большой поток и направляться в единое большое реактивное сопло. И тут у меня возник интересный вопрос. Как мне запустить одновременно все четыре огнетушителя? Ведь и огнетушители и двигатели будут находиться сзади, а кроме того, включение двигателя привлечет внезапный импульс силы. А значит, мне надо будет крепко держаться за руль, чтобы не слететь с этого велосипеда. Так вопрос, как же включить все четыре огнетушителя? И в голову улезли разные технические идеи, как, например, подпружинить все ручки огнетушителей и, чтобы они не сработали, вставить деревянные клинышки. И в момент езды я буду дергать все четыре ниточки, которые выбивают клинышки и пружины зажимают краны огнетушителей. Но, согласен, идея какая-то такая. Так себе. И поэтому я решил пойти более, так сказать, инженерным путем и приобрел кран высокого давления. Этот шаровый кран из нержавейки по описанию способен сдерживать 300 атмосфер, а в пиковом значении до 1000 атмосфер. Но, честно говоря, конструкция не выглядит такой уж убедительной, потому что там используются те же фторопластовые кольца, что и на кранах в ваших водопроводах дома. Но, с другой стороны, пока не испытаешь, не поймешь. Нужно собрать всю систему в целом и сделать опрессовку и испытание. И вот вся система объединена. Теперь четыре отдельных крана мы заменили на один общий, что здорово упрощает дело. Но, тем не менее, это не снимает главного вопроса. Как его включать, ведь он будет находиться где-то сзади, а мне нужно будет держаться за руль. И тут я решил сделать автоматизированную систему управления. Иными словами, систему АСУ. Заключается она в следующем. Открывать и закрывать кран буду не я лично, а электрический привод. Я нашел вот такой вот 12-вольтовый привод от дворников автомобиля. В нем есть понижающий редуктор, поэтому он не очень быстрый, но имеет огромный момент силы. Это как раз то, что нам нужно. Далее я сколхозил некую раму, чтобы привод находился всегда точно на одной оси с шаровым краном. Затем я нашел красивую красную кнопочку, с помощью которой я мог бы управлять двигателем. А также нам понадобится переключатель, с помощью которого вся система будет понимать, поток сейчас открыт или закрыт. Затем я закрепил переключатель в строго положенном месте. И теперь можно опробовать всю систему в целом. Вот посмотрите, как это все работает. Когда я нажимаю и удерживаю красную кнопку, привод открывает кран до момента, когда переключатель поменяет свое положение. Если я отпускаю красную кнопку, двигатель автоматически закрывается. И это очень важно. Если вдруг почему-то я упаду, или велосипед вылетит из-под меня, кран должен автоматически перекрыться сам, без моего участия. Поэтому эта система сможет обеспечить, так сказать, безопасность. Ну, если в этом случае вообще можно говорить о какой-то безопасности. Далее интересный момент. Реактивное сопло. После проведенных экспериментов я понял, что скорость потока превышает скорость звука. И поэтому сопло должно выглядеть на расширение. Ну, собственно, как и у всех ракет. К сожалению, я не нашел никаких толковых расчетов этого сопла. Как оно должно выглядеть. Какой должно быть формы, угла. Как должна меняться ее вольвента. Поэтому будем делать просто, скажем так, от балды. Но все-таки есть один момент, который очень важно посчитать. Это минимальное сечение этого сопла. Оно должно быть чуть-чуть меньше, чем сумма всех минимальных сечений в огнетушителе, шлангах и вообще где бы то ни было. Иначе максимальная скорость потока будет где-то внутри огнетушителя, а не в нашем сопле. Я раздобыл один такой кран от огнетушителя. И специально распилил его пополам, чтобы обмерить все тонкие места, которые там есть. То есть, чтобы понять, какое минимальное сечение в этом кране. После тщательного обмера оказалось, что минимальное сечение в этом кране оказывается диаметром 5 мм. Складываем сумму четырех площадей диаметром 5 мм. И получается у нас круг диаметром 10 мм. Это означает, что минимальное отверстие нашего реактивного сопла должно быть 9,5 мм. Не судите строго. Это мое, скажем так, общее понимание этого вопроса. Но если кто-то из вас знает точные и правильные расчеты, какой формы должно быть реактивное сопло, какое должно быть отверстие, как это считается, обязательно напишите мне в комментарии. Мне очень интересно разобраться с этим вопросом. Сейчас я пока сделаю так, как все это понимаю. Но если к этому делу подключатся мощные теоретики и сделают правильные точные расчеты, будет интересно переделать это реактивное сопло и сравнить результаты. Поехали дальше. В прошлом эксперименте с одиночными огнетушителями реактивное сопло я сделал путем развальцовывания какой-то там трубочки. В этот раз сопло будет настолько огромное, что такой способ просто неприменим. И я решил пойти другим путем. Взял в своем металлоломе какую-то трубу, нарезал ее лепестками, как апельсин, но с точно выверенной формой. Потом с применением высокоточного молотка я свел все эти лепестки в одну точку. Так, чтобы как раз минимальное сечение и получилось 9,5 миллиметров. Затем я аккуратненько проварил все эти швы и получилась конструкция приблизительно похожей формы. Затем я весь этот ужас тщательно шлифанул, чтобы это было ну как-то покрасивее. И используя различные детали и всякие валяющиеся под ногами металлолом, закончил необходимую мне конструкцию. Ну, такой, какая она мне представляется. И вот вся система готова для установки на велосипед. К двигателю я еще приварил некоторые железки для крепления к раме велосипеда. Аккумулятор будет располагаться под верхней трубой. А кнопка включения двигателя будет располагаться в таком месте, чтобы я мог крепко вцепившись в руль запускать и отключать двигатель. Далее, конечно, следовало сделать какие-то деревянные рамы, которые держали бы огнетушители. Но, честно говоря, на тот момент мне уже так не терпелось испытать этот реактивный двигатель, что я решил провести испытание как-нибудь так. И вот, друзья, я уже вытащил велосипед на улицу. Все подключено. Сейчас будем испытывать двигатель. К сожалению, пока не было времени закрепить огнетушители, они стоят просто под своим весом и держатся за счет шлангов. Все четыре огнетушители объединяются в одну магистраль и одним краном. Все это открывается в реактивное сверхзвуковое сопло. Здесь я прикрепил весы, которые работают на растяжение. Это поможет понять, какой итоговый импульс у этого реактивного двигателя, ну, реактивного велосипеда. Все готово к пуску. Теперь нужно проверить, как работают все системы. Для начала я подсоединяю аккумулятор. И теперь проверяем систему включения реактивного сопла. Ну, поехали. Итак, мы готовы. Включаем коверку. Ну, че, сделаем это. Включаем коверку. Включаем коверку. Ребята, вы не представляете, какой это был грохот. У меня, по-моему, до сих пор ухо не слышат. 12 литров углекислоты мы сейчас выпустили на ветер. Ребята, это нереальное силище. Я думаю, это будет очень-очень весело. И вот, друзья, мы таки получили наши 30 килограмм тяги. Ну, на самом деле, по моим расчетам, должно быть 32-34 килограмма. Но я думаю, это можно списать на дикий холод в тот день. Ведь, как известно, чем холоднее огнетушитель, тем в нем меньше давление. Если бы эти испытания проходили жарким летом, я думаю, мы бы получили и 34, и 35 килограмм. Ну да ладно, даже 30 килограмм для велосипеда, я думаю, больше, чем достаточно. Ну, а теперь, друзья, осталось сделать какие-то деревянные рамы, которые смогут держать все 4 огнетушителя на велосипеде. Потому что сейчас они просто стояли на земле. Дождаться хорошей погодки, и можно провести полевые испытания этого реактивного велосипеда. Мне очень интересно, до какой скорости сможет разогнаться этот велосипед. Поскольку 12 литров сжиженного углекислого газа вылетают всего лишь за 6 секунд, время работы двигателя получается очень ограниченным. Поэтому я хочу сперва на велосипеде разогнаться педалями до скольки получится, скажем так, до 25 километров в час, и потом будет включен ракетный двигатель. А вот теперь интересно. Я знаю, что среди моих подписчиков есть много сильных теоретиков, которые любят поскрипеть мозгами. И вот вам интересненькая задачка. До какой скорости сможет разогнаться велосипед, если считать, что начальная скорость будет 25 километров в час? Масса велосипеда 18 килограмм, моя масса 80 килограмм, и масса каждого огнетушителя 7 килограмм. До какой скорости сможет разогнаться этот велосипед? А я со своей стороны смогу получить эти цифры на, так сказать, практическом примере. Интересно, насколько теоретические цифры совпадут, так сказать, с практическими. И вот еще, друзья, очень важно. Все мои серии сперва выходят на Яндекс.Дзен. И уж потом, спустя некоторое время, они выходят на Ютубе. Поэтому вполне возможно, пока вы смотрите этот ролик, испытания уже прошли, и на Яндекс.Дзен уже есть серия с испытаниями. Поэтому заходите ко мне в гости, ссылка будет в описании. Я всегда всем рад, пишите комментарии, и до встречи на испытаниях! Субтитры сделал DimaTorzok